Виктор Виктор, вы сами о себе немножко скажете. Возлюбленное, я благодарю Бога за то, что сегодня он утром напомнил, что будучи грешником, 26 лет назад он меня нашел. Это удивительная была встреча с Богом, когда я пошел в магазин, и жена сказала, у нас есть хлеб, зачем ты идешь? Ну что-то, как эта история с Розой, мамина молитва. Я просто пришел и сказал, Бог, я жду эту женщину, которая мне проповедовала про Христа. И пусть она сейчас придет. И знаете, произошла действительно встреча, потому что я очень сильно хотел, очень сильно жаждал. Будучи чемпионом, там, какие-то хоккей, я профессиональный хоккеист в прошлом. Ну, тренером был там, на чемпионаты мира ездил, и везде проповедовал, делился Евангелием. И люди, когда уже в возрасте, приезжают на чемпионат мира, ветераны хоккея, они говорят такие фразы интересные, потом мне уже рассказывают после, что мы приехали поблудить там, погулять там, ну просто поиграть в хоккей, но встретились через этого православного священника. Почему-то меня везде, во всех странах православным зовут. Я действительно православие, правильно славлю Господа. И представляете, что они говорят, мы встретились с Иисусом. И вот эта женщина, спортсменка, на удивление мне, я стоял минут пять, и она подошла и сказала, ты не знаешь одну личность. Я спросил, кого я не знаю, полтора миллиона в городе, но всех, то, что я играл в хоккей, ну какая-то известность была. Омская команда «Юность» в хоккей с мячом, там что-то дважды чемпионом России. И когда выходили в Ишлюгу при СССР, мы были чемпионами России, сейчас нет СССР, а я все равно чемпион России. Это интересно. И ладно, покаяние пришло к тому, что она мне сказала, тебя очень сильно любит Иисус. Я сказал, это не может быть. Я знал, кто я. Я знал даже, у меня были намерения бросить свою семью и уехать в Австралию. И Бог видел это. Бог видел. И эта женщина, она мне сказала, подумай. Я спросил, почему? Так написано в Библии. И сегодня, и произошло покаяние, мы приняли Христа. У меня два сына и оба служители. Мы много вложили в их жизнь, в их священство, поклонение. И каждый раз, когда со мной происходили удивительные вещи в нашей стране, и в других странах, то мама, жена моя, мама моих сыновей говорила, у нас папа необычный. Пожалуйста, принимайте его служение. Каждый раз, когда он едет, я за него молюсь. И во всех странах что-то происходит. И я не могу иначе. И знаете, один упрек в хоккейном мире, так как я спортсмен, я очень сильно, очень сильно, у меня было сострадание к этим людям, потому что я знаю, что в мире спорта творится. И у меня было сострадание. Я подошел к своему пастору, 26 лет назад, и сказал, я хочу быть священником, капелланом, спортивного служения. Он мне сказал, я не знаю, есть ли такое служение, но дождись. В Библии один человек не дождался, Саул. Ты дождись, Виктор, пожалуйста. И Бог даст тебе твое служение. И все получилось действительно по слову, пастора, по пророчеству. Потом приезжали люди из разных стран и почему-то говорили, что твое служение – это служить людям, людям, которые нужно утешать, исцелять. Ну, так как молодой христианин, я думаю, когда это будет? И один упрек, когда я уже в команде был, в авангарде, сейчас они играли в финале, я был капелланом, я служил им и проповедовал, заходил во все раздевалки. Так получилось. Сейчас я хочу прославить этим свидетельством, знаете, то, что Бог сделал удивительно. Нашел меня, никчемного, ненужного, нехорошего хоккеиста. Когда я закончил играть в хоккей, в Советском Союзе сказали, наконец, этот убийца, этот плохой хоккеист не будет ломать наши ноги, руки. Я боялся и доказывал, что я сильнее. И в этом страхе я нарушал правила, грубил. Но получилось так, что Бог знал, что в моем роду священство. И он доверил мне, когда мы летели с Иркутска, с хоккейной команды, наш самолет горел. Все спали, кроме меня и вратаря. Мы сидели у мотора, ту-104, и наш самолет падал и был весь в огне. Знаете, если вы смотрели фильм «Экипаж», я не смотрю его. Я не хочу это, это вообще ничто. Было так страшно, что я не знал, что я молился, но я сказал, Бог, если ты сохранишь мне жизнь, я буду спортивным священником, и в мире спорта я буду тебе служить. Это было молитва отчаяния. В Библии много мест, когда люди в отчаянии молились, и Бог не проходит мимо отчаяния. Недавно, просто засвидетельствую об одном чуде, которое действительно, оно мне очень дорого, тем, что в этом чуде был участником мой сын. 16 лет ему было. Мы шли после служения, и служение было очень хорошее, была проповедь о деяниях святых апостолов, и так как я в городе проповедовал, евангелизировал везде, где можно, где нельзя, ну, везде. И покаялась одна балерина из музыкального театра, и мы вот шли, и я сказал такую фразу, я верю, что времена деяния апостолов не закончилась. Она спросила, почему? Я говорю, ну, потому что ты меня не знал, я к тебе пришел в дом и сказал, какая твоя проблема, у нее на Ахилловой, на Ахилле был тромб с яйцо куриное. Я говорю, сейчас Бог тебя исцелит, и ты станешь верующая. Она говорит, ну, давайте. Я помолился, Ахилла исчезла в одну секунду, она сказала, и потом по музыкальному театру бегала и всем показывала, что Бог, вы видели вчера, вчера, они все знали. И так, так произошла, встречи. И вот мы идем. И она говорит, почему? Я говорю, потому что я верю. И сыну говорю, ты веришь, он верю. И мы идем, и стоит калека. Деяние в третьей главе так написано, Петр с Иоанном шли и увидели калеку. И стоит человек, которого я знаю, что он всегда, когда заканчивался концерт или в театре, он всегда просил милостыни, потому что на костылях и в церкви он посещал после служения, прося милостью. И мы идем, она ему дала, эта галина, балерина, дала ему денег. Я ему сказал, у меня больше есть, чем золото, серебра. Мне вообще осталось пять рублей, и завтра, я не знаю, мне осталось молока купить. Я даже не знаю, я верю в Бога. Он сказал, ну хорошо, помолитесь. Я говорю, можно помолиться? Он говорит, ну помолитесь. Я говорю, хуже не будет, но будет лучше. И знаете, Бог подарил такое слово, знание, я сказал, тебя бросили все. Все родные, все уехали в Германию, и ты никому не нужен. И он заплакал. Он говорит, откуда ты это знаешь? Я сказал, Бог знает. И мы стали молиться. Я сыну сказал, Косте, он встал на колени, и говорит, держи колени. Это ей, балерине сказал, а ты на спину положи руки, там был горб. И к моему удивлению, впереди у него еще был горб. Его звали так же, как меня, Виктор. И мы стали молиться. Знаете, через некоторое время, буквально, сколько мы молились, он начал кричать. Это было в центре города, много людей видели, это было возле остановки. И мы молились, и он кричит, что вы делаете со мной? Я горю. Мое тело все горит. Что вы делаете? И он так сильно громко кричал. Я предупредил этого Галину, говорю, ты не волнуйся, молись дальше, Бог сейчас все сделает. Горбы исчезли. Моя рука. Моя рука. Горба нет. Я спрашиваю у Галли, горб есть? Она говорит, нету. Костя, я говорю, забирай костыли. Он отдал нам костыли и убежал от нас. Знаете, это дорого, почему? Потому что я на днях просто сыну сказал, у тебя есть такое свидетельство. У тебя есть такое свидетельство. 16 лет и видел чудо, когда папа, я для вас был удивительным папой, что я ночью куда-то шел, ехал, за 5 рублей летел, куда-то еще что-то, везде чудеса. И он вернулся и сказал такую фразу, дайте мне мои костыли. Я говорю, зачем? Ты хочешь кому-то подарить? Он сказал, ну посмотрим. И я, когда перед молитвой, я сказал, мы сейчас молимся за тебя, сейчас тебя Бог исцелит, и чтоб тебя в этой стране не было, чтоб ты поехал к своим родным, ты здесь одинок, ты здесь тебе плохо, он говорит, да, и тебя примут, потому что все твои родственники, они увидят чудо. И он сказал, хорошо, молитесь. Сейчас я хочу просто сказать одну фразу, я не могу иначе, потому что, когда я служил в авангарде, заходил во все раздевалки в наши, наши их команд, которые приезжали, и президент принял меня как капеллан, нам сказал, этому человеку можно, я разрешаю, не препятствуйте, пусть он проповедует в любой команде. И когда я заходил в команду, например, Хабаровска, тренера говорили, Виктор, ты не знаешь, что ты делаешь, нам это так нужно, потому что в мире спорта этого нет. И мне сейчас, я без этого не могу. И человек, тоже известный в нашем городе, когда я ему дал Евангелие, он прочитал и сказал, Виктор, зачем ты это делаешь? Ну зачем? Ну ты ходишь в церковь, зачем? И вы знаете, как хорошо, что он задал этот вопрос, потому что я ему ответил, я не могу иначе. И это сегодня, сейчас. И еще, я привез сегодня вашей церкви слово. Я верю, что вы его примете. Это пророческое слово. И у меня несколько недель жена ушла на небо и написала, и сказала, вернее, сказала такую фразу, Виктор, открой все двери, открой все двери. Я не понял, но потом, ну я сказал, хорошо, я открываю дверь. А потом тетрадь, которую она мне оставила, и там написано, что мое служение начнется, когда я открою двери во все страны, во все команды, во все сообщества, где я был в тюрьмах, в детских домах, в командах. И это слово, оно очень сегодня будет актуально. пастор, это тоже тебе слово. Исайя, 41 глава. Я сейчас постараюсь быстро найти. 41 глава, это слово говорит каждому, Бог говорит каждому из нас. 13 стих, это же в 13 стихе. Я помогал тебе. церковь, каждому из вас, Бог говорит сейчас, я помогал тебе. И он знает пути все ваши, ваши трудности, ваши переживания, то, через что вы сейчас проходите. И в 11 стихе очень хорошее ободряющее слово. Я помогу тебе. Я помогал тебе. Я помогу тебе. Много лет назад на одном из служений мне Бог дал это слово. Я прихожу домой и передать одному человеку в Латвии. Я пришел домой и так открыл сразу. И там это стих. И когда через несколько лет я попал туда, в страну, это Латвию, мне сказали, мы хотим познакомить вас с этим человеком. Он хочет. И когда эта встреча произошла, я прочитал этот стих. Это, это, этот стих в 2006 году. И пастор плакал. Просто рыдал. Он говорит, ты не знаешь, что ты сделал со мной. Я жду от Бога слово. Потому что от меня ушел самый дорогой, близкий служитель. И он обнял меня и сказал, пусть в мире спорта будут открыты все двери для тебя, для капеллана, для евангелиста. И я не могу иначе. Поэтому я благодарю Бога за то, что у меня есть друзья. Если вы хотите, это не реклама, это еще что-то. Если вы хотите узнать, мои свидетельства, в ютубе есть такая страничка Олег Кир и там мой друг Олег, он здесь сейчас с женой, с семьей. И он записал. Эти свидетельства, которые там, это действительно правда, истинная правда. И сейчас я просто хочу попросить пастора, можно я помолюсь? Закройте все глаза. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что сейчас в моем сердце просто плавится, все плавится, потому что Ты утешение мое. И здесь, на этом служении Ты утешил мое сердце этими людьми, этим служением, этими детьми, которым так хорошо с Тобой. И я молю и прошу, пожалуйста, прямо сейчас, если кто-то стоит сейчас перед выбором, серьезным выбором в их жизни, я прошу, пожалуйста, помоги им не продать первородство, не пойти на Копромис с этим миром, а согласиться с Твоей волей, благой, угодной и совершенной. И Папа Бог ждет всегда нас, своих детей, в Своем доме Отца, куда нам так хочется. И пусть эта первая любовь вернется к нам, кто ее потерял, потому что без нее нет смысла. жить и служить мы не можем иначе. Благослови Господь нас всех. Аминь. Спасибо, Виктор. Вы знаете, друзья, у нас завтра будет возможность, чтобы Виктор может послужить, еще скажет какие-то свои откровения, послания. Виктор, подойдите сюда, мы сейчас за вас тоже помолимся. И будет молиться за исцеление. Коль на нем это помазание исцеления, пусть оно работает и здесь мы воспользуемся этой возможностью. На школе даров эта возможность будет для каждого прийти. И с одной стороны мы продолжим ту тему, которая у нас есть, а с другой стороны он сможет быть для нас огромным благословением. Я верю в это. Потому что вы знаете, когда кажется сосуд сокрушен. А Господь говорит, а я из того, что сокрушено. Во-первых, я на эти сердца презираю, я смотрю с небес. На сердце смиренное сокрушенного духа передо мной. Я сейчас могу чувствовать, как сердце Виктора сокрушено различными обстоятельствами. Но у нас сейчас с вами есть возможность помолиться, потому что он верит в любовь Отца. Господь, я благодарю Тебя, что Твоей любви для него достаточно. Чтобы он был победителем в каждом этапе своей жизни и там, где он находится сейчас. Мы благословляем его, Господи, Твоим присутствием. Как дух утешитель, приди к нему, Господи. Яви свою славу на то обстоятельство, которое его ранило, на те, Господь, ситуации, которые сегодня невозможно не чувствовать. Господи, но Ты знаешь, как приложить свой пластырь к этому сердцу, как расширить его, чтобы еще многим и многим он мог сострадать, помогать, любить и молиться через любовь. Молиться через сострадание, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты даешь пересечение на этой жизненной дороге и те двери, которые надо открыть, пусть он откроет и в этой церкви, пусть он откроет и в этом городе и пойдет дальше, потому что Ты дал ему эти ключи, чтобы он открывал следующие двери. И я благодарю Тебя, Боже, за Твой портал, которому Ты определил распахнуться, распахнуться над этим городом и мы благословляем Виктора быть этим каналом и мы почитаем Твой дар в его судьбе. Мы почитаем то, что Ты делал через него, через эту детскую веру, через детское доверие, Господи, пусть он этим поделится, как Твоим помазанием, пусть оно перейдет дальше на тех, кто молится в исцелении, на тех, кто ходатайствует за страждущих, Господи, я молюсь о том, чтобы сердце Отца было передано через его сердце. И я благодарю Тебя, что молясь за мир спорта, мы хотим присоединить свой голос сейчас, Господи, чтобы там люди приходили к Тебе сотнями тысячами, тех людей, которые спортсмены внутри, которые духом своим крепки, по-человечески, но их дух нуждается и сейчас в Божьей крепости. Боже, мы молимся об этом, чтобы Ты пришел туда. И через его уста, через его сердце пусть Господь открывается в Царство Твое. Божий, Божий, Божий поток народа. Блесен Гат, Лавенкина Пластас. Я благодарю Тебя, что мы сегодня можем познакомиться друг с другом пред престолом Твоей славы. Я благодарю Тебя за эту встречу, за этот контакт. Я благодарю Тебя за это время, время поклонения Тебе. Время трепета, когда мы можем быть, Господь, в страхе Твоем, в любви к Тебе. В любви к Тебе, в любви и сострадании друг к другу. Я благодарю Тебя, что Твоя любовь нас довела до этого момента и нас, Виктора. Твоя любовь привела нас туда, где мы сейчас находимся. Даже не все, когда понимаем, но Твоя любовь нас привела. Господь, я благодарю Тебя, что в этой любви для нас открываются океаны возможностей. Поэтому, если надо овладеть морем, то надо пройти через узкое место. И Ты проводишь нас сегодня через этот узкий проход, чтобы овладеть морем, океаном. Господь, Твоей любви и человеческих судеб. Благодарю Тебя, Бог мой. Благодарю Тебя за время служения, время поклонения. Хвала Тебе. Благословляю завтрашнее служение и встречу, когда мы встретимся, Господь, там для того, чтобы дары заработали. Школа даров служения, Господь, чтобы люди на завершение этого года получили дары для служения. Поэтому побуждай народ приходить, Господь, в почтение перед дарами, чтобы их умножилось число и плодоносность. Благодарю Тебя, Господь, что Ты сделаешь больше того, чем мы Тебя просим или даже о чем помышляем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, пусть свежее помазание придет сейчас на Виктора. Пусть слышание Твоего голоса будет ярче, чем бы это было раньше. Пусть никакое чужое ермо не будет на его шее. Во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, что на этих руках, на этих руках свежесть, свежесть, на этих руках излияние. Аминь. Дождь благоволения и благословения Твоего. Господи, да будет так. Да будет так. Да будет так. Господь, Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе шалом. И с Божьим миром будем двигаться домой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok